Привет, друзья! Я Дарья Позняк. Сегодня я расскажу вам, как сделать корректор для северного сектора по ВАСТу в домашних условиях. Вот такой маленький корректор мы сегодня соберем. А сначала давайте поговорим, в каком случае нам необходим такой корректор. Если у нас на севере, то есть мы в центре квартиры встали, открыли компас и посмотрели, где у нас юг и где у нас север. Если у нас окна на юге, а на севере у нас глухие стены, кладовки и прочее, то есть там нету окон. Даже если у нас там есть окна, там стоит тяжёлая мебель, всё равно корректор такой можно туда сделать. Для этого нам понадобится какая-то мисочка в идеале, чтобы это был хрусталь. То есть можно взять какую-то ретро-посуду, ретро-мисочку, ретро-салатничек. Вот я себе, например, купила набор ретро-салатничков на Авито. За все три салатничка я отдала меньше тысячи рублей. То есть один салатничек вы можете купить примерно рублей за 300, иногда даже за 150, но где-то поближе к себе находить, чтобы далеко не ездить. Нам понадобится такой салатничек, это может быть какой-то хрустальный бокал. Если у вас совсем нет хрусталя, хорошо, мы можем заменить, пусть он будет из стекла, пусть он будет из прозрачного стекла или из белого стекла. Следующий компонент, который нам понадобится, это обычный рис, белый рис и жемчуг. Жемчуг нужен натуральный. Жемчуг нужно обязательно посмотреть, чтобы это была не подделка. Где купить жемчуг, я ссылочку оставлю внизу этого видео. Также вы можете где-то приобрести, если вы точно уверены, что вам это натуральный жемчуг продают. Жемчуг нужно в идеальной картине мира 250 грамм. В принципе, даже если 100 грамм вы возьмете, я сегодня буду делать, использую 100 грамм, чтобы вы посмотрели, сколько это. Если вы возьмете 100 грамм жемчуга, это уже будет работать. Также я буду использовать что-то из серебра. Это может быть, например, ложка. Серебряная ложка. Там не должно быть эмалий или какого-то чернения на ней, или каких-то камушков. Это должно быть именно изделие серебра, без чего бы то ни было. Это могут быть сережки, без камушков, без золота. То есть просто в чистом виде серебряные сережки, без камней. Или ложка, или какое-то другое украшение из серебра. Важно, конечно же, это нужно почистить. Нежелательно цепочку, если вы ее носили, потому что цепочка имеет такое плетение, что тяжело ее прочистить, если она была в носке. Если она у вас была, ну, почти не носилась, там пару раз ее одели, вам там кто-то ее подарил, она не зашла. Тогда ее тоже можно использовать. Вот. Вот такие вот ингредиенты. Также еще один момент мы можем использовать из хрусталя. Какой-то хрусталик, кусочек горного хрусталя. Это может быть в виде колтовки, в виде яйца, либо это может быть просто хрусталь кусочком. Это может быть друза какая-то небольшая из горного хрусталя. Как почистить все наши ингредиенты? Хрусталь или посуду мы просто сначала моем, как обычную посуду, потом ее можно замочить в тазик, залить полностью водой, добавить, например, соли. Если у вас есть четверговая соль, то вы можете добавить четверговой соли и дать в этом постоять. Потом мы промываем несколько раз. Если вы не можете замочить в тазик, мне, например, было неудобно, я свои пиалки просто налила их водой и в них, внутрь, положила четверговую соль. Пришла там, например, через час, все это вылила, слила, прополоскала. Следующий этап. Я ставлю их уже сухими и рядом с ними ставлю свечи. Зажигаю просто свечи. То есть первое я почистила водой и землей, потому что соль является элементом земли. И второй шаг. Я почистила их огнем. То есть я поставила свечи, и они погорели, например, час-два или больше. Жемчуг. Жемчуг. Жемчуг нельзя чистить солью, поэтому мы его просто чистим водой. Просто в миску жемчуг водой. Знаете, как рис промывают, то есть воду наливаю, помешала, вылила. Воду наливаю, помешала, вылила. Потом я, например, вот так несколько раз. Потом я его оставляю постоять в этой воде. Например, там час-два, как получится. Воду сливаю и еще даю постоять. Вот. То есть как бы вода забирает все негативное, и мы ее сливаем. Потом этот же жемчуг мы ставим туда же, к остальным пиалкам, где свечами все очищаем. То есть все ингедиенты выставляем в одном месте. И, например, две-три свечи вокруг. И еще чистим огнем все это. Также мы чистим хрусталь. Его тоже нельзя солью, нельзя горячей водой. То есть с ним бережно, осторожно, прохладной водой. Просто промываем, потом свечами. Вот так мы все ингредиенты сначала помыли, потом на столе выложили, свечи поставили и зажгли. Так мы очистили все наши ингредиенты. Потому что есть такие чувствующие люди. Например, у меня есть такая подруга. И она говорит, я получила камни, заказала у поставщика. Камни пришли, а мне, говорит, прям плохо. Я прям чувствую, говорит, тошнит. Очень прям плохо. И вот она пошла делать все эти процессы очищения. И все, у нее выровнялось, у нее нормально. И у меня также, я не так сильно чувствую, но это и есть. Например, я принесла последний жемчуг от поставщика. И я никогда камушки не мою. Я мою камушки, очищаю только перед тем, как их закладывать. Пока они у меня лежат, я никогда не чищу. У меня не было такой необходимости. А здесь я принесла, и я прям чувствую, надо помыть. Вот прям руки сами побежали за тазиком. Я все это в тазик, я все это водой несколько раз. Потом я ставлю свечи. И все, меня отпустило. То есть, я даже почувствовала, хотя я не суперчувствительный человек. Я почувствовала, что что-то не так. То есть, вы же понимаете, что жемчуг его там, или вообще любой камушек, их там добывают. Разные люди с ними взаимодействуют. Какие-то люди его сортируют. Кто-то там... В общем, он проходит много людей. Вы никогда не найдете артефакт, который в идеальных условиях там все до вас доехало. Нет, всегда будут какие-то моменты, поэтому мы всегда артефакты очищаем. Потому что этих ступенек с того момента, как он в природе вырос, и он до нас дошел, их много. И чтобы убрать, это все. Поэтому неважно, вам не обязательно самим чувствовать. Если вы просто сделаете по шагам вот такое очищение, как я вам рассказала, то все будет у вас замечательно. Дальше у нас существует ритуал очищения пятью элементами, который желательно сделать перед тем, как собирать этот корректор в вашей квартире. Я не буду вам сейчас подробно рассказывать. Я просто вам вот здесь прикреплю ссылочку, где я рассказываю, как сделать этот ритуал. Даже укороченную версию, например, просто пройти по квартире со свечой один круг с молитвой, этого уже будет достаточно, чтобы после этого сделать вот этот вот корректор, заложить. Если вы сможете сделать несколько шагов, отлично. Но я вас призываю, сделайте хотя бы один, потому что мы очищаем корректоры, мы очищаем как бы себя, очищаем свой ум для того, чтобы создать какой-то сакральный корректор артефакт. Поэтому этот момент важен. Хотя бы один круг со свечой или один круг пройти, побрызгать водичкой с добавлением соли. Неважно, что вы выберете, какой ингредиент из тех, что в этом видео будет рассказано. Это могут быть конусы очищающие. То есть вы можете поставить конус, он погорел. Вы проветрили, вы можете делать, собирать наш корректор. То есть это может быть любой компонент из тех, что я рассказываю в этом видео. Итак, друзья, мы будем собирать вот такой корректор. Другую мисочку немножко побольше. Значит, я беру рис, обычный белый рис. Насыпаю. Сколько-то нам нужна подушка из риса. Подушка из риса. Потом я беру, я специально, чтобы вы посмотрели, что такое 100 грамм жемчуга, взяла именно 100 грамм, отмерила. Вот, выкладываю жемчуг. Можно жемчуга больше, конечно же. Чем больше жемчуга, тем лучше. В базовой формуле 250 грамм. Но еще раз повторюсь, даже 100 грамм у вас натурального жемчуга будет работать. Поближе вам покажу жемчуг. Вот какая жемчужинка. Жемчуг я проверяла, конечно же. Ну, во-первых, видно, но мы для эксперимента разбили жемчужину, посмотрели, что внутри там первомутра очень много, очень малюсенькая ядрышка внутри. Все-все-все, перламутр. Значит, я выкладываю жемчуг. Положила. Дальше. Нам нужен хрустальный. У нас как бы хрустальная мисочка, но также мы можем чем-то еще это сделать. То есть, смотрите, вот здесь у меня идет вот такое вот яйцо из хрусталя. Можно использовать яйцо, если у вас есть. Если у вас есть какая-то галтовка, шарик или овальчик, или что-то похожее на яйцо, какие-то круглые формы, это нам тоже классно подходит. Мы его используем. Также можно использовать просто хрусталь в виде каких-то кусочков, неважно. Вот. Также их можно использовать. То есть, например, вот так. Вот я положила все мои. В центр. Но, в принципе, у меня моя хрустальная мисочка, она уже элемент, как бы она уже хрусталь, и, в принципе, можно сюда уже в центр ничего не ставить. Но все-таки у меня есть, я поставлю. И нам нужен какой-то серебряный предмет. Будь какое-то украшение, что-то без камней, чисто серебро с пробой. Это может быть ложка или что-то еще. Вот я его сюда же помещаю. Все. На этом наш корректор готов. Я его ставлю где-то на севере. Нельзя корректор помещать в туалете, в санузле. То есть, он должен стоять в каком-то чистом месте. Вот. Не важно. Это может быть даже на полу. В одной квартире у меня долго корректора стояли на полу. То есть, стояли две таких белых мисочки на полу. Вот. С жемчугом и серебром. Все. Мы размещаем свой корректор и смотрим, какие перемены у нас будут в жизни. Не забудьте, пожалуйста, перед этим сделать очищение. Очень вам настоятельно рекомендую. Друзья, мы собрали с вами только один вариант корректора для северного сектора. Мы использовали вариант без воды. Можно собрать вариант с водой. Можно собрать вариант, используя камфору. Можно сделать еще другие варианты. Я про какие-то самые популярные еще вам расскажу. А я надеюсь, мое видео было для вас полезным. С вами была Дарья Позняк. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok